Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня будет продолжение ролика из серии мифов, которые любят верить армяне. Лапшу, которую повесили на уши армянам или которую до сих пор вешают на уши армянам и в которой они безоговорочно любят верить в эти мифы. И мы начнем с первого мифа. Это Ереван, это древний армянский город, а Азербайджан и азербайджанцы не имеют к нему никакого отношения. Ну, чтобы опровергнуть слезу чушь, мы начнем с первого документа, который был сделан в 1742 году. Сегодня хранится в британской библиотеке, это самый большой архив в мире. Документ называется Тамас Кулихан, если кто-то не знает, это настоящее имя Надышаха. На странице 21 мы читаем перевод с английского языка. Азербайджан, напротив, является одной из самых больших провинций этой обширной империи, в древности считавшей Митии. Его главные города Тевриз, Ереван, Ардебиль или Ардебиль. То есть, здесь считают город Ереван частью Азербайджана. Что можно читать и в другом документе, сделанный в Курске в 1793 году, сегодня хранится в российской государственной библиотеке, шестой самый большой архив в мире. На первой же странице мы читаем в Адербайджанских городах Эреване и Генжи. Или в другом документе, который сделан в 1833 году в Лондоне, сегодня хранится в библиотеке Конгресса США. Это второй самый большой архив в мире, где в приложении имеется карта, которая была переведена частично на английский язык. Название карты «Часть Азербайджана», где мы отчетно увидим Эреван, находящийся около реки Занги. Также в этом документе на 170 странице мы читаем перевод с английского языка, об охвате Каджара русской войны, где мы читаем. Поэтому, чтобы организовать королевство Азербайджан и освободить территорию района Эревана от присутствия посторонних. Также на карте Матео Зойтера, сделанное в Германии, в городе Оксбург, в 1730 году, сегодня хранится в Британском музее, а также в Вашингтонском университете. При увеличении мы видим Адербайджане, состав которой входит город Эреван. Кто был большинством города Эреван, можно читать из документа, сделанный в 1838 году в Москве, сегодня хранится в Баварской государственной библиотеке. На странице 403 мы читаем, по камеральному описанию, в 1834 году в предместе Эреване считается 1807 семей татар и 898 армянских семей. То есть татар вдвое больше на начало 20 века проживает в городе Эреване. К концу 19, начало 20 века мы читаем из документа 1905 года, сегодня хранится в Российской государственной библиотеке, о переписи 1897 года. На странице 83 в отделе, посвященной Эреванской губернии, мы читаем состав города самого Эревана, где мы читаем татаров, азербайджанских татаров 77491, а армян 58148. То есть даже на начало 20 века, к концу 19, начало 20 века преобладающим большинством в городе Эреване являлись имена азербайджанских татар. Их 77491 против армян 58148. Как четко видно из документа. Следующий миф. Мечеть в Эреване является иранской или персидской. Из документа, сделанного в Нью-Йорке 1929 года, мы видим изображение Кёй-мечеть в Эреване, где мы читаем описание этой фотографии, которая находится на 188 странице. Голубая мечеть в Эреване находится красивая мечеть Гусейна Алихана, известная как Голубая мечеть, из-за декорации, сделанной на поверхности мечети. Кто построил опять же мечеть, кроме этого документа, мы это можем читать и в другом документе, сделанной в Тбилиси в 1881 году, хранице Баварской государственной библиотеки, на странице 7 мы читаем части, посвященные городу Эреване, как мы видим на этой странице. И главная мечеть в этом городе построена Гусейн Алиханом в 1764 году. Также в этом же документе на странице 9 мы можем увидеть, что все мечети в городе Эреване называют татарскими мечетями. Не иранскими, не персидскими, а именно татарскими мечетями. Их на момент написания этого документа в 1881 году было 6 штук. Кто такой Гусейн Алихан? Как мы читаем из довольно-таки нового документа 1992 года, называется «Ереванское ханство под правлением каджаров», написано армянином, профессором Джорджем Бурнатьяном. Мы читаем, управление ханством ереванским возглавляет Гусейн Алихан Каджар. То, что каджары правили Эреванью, можно читать и в другом документе, опять же, династия каджаров 1833 года, находится в библиотеке Конгресса США. Мы читаем про Мухаммеда, хана Каджара, биглярбека эреванского. Данный человек, Мухаммед хан Каджар, являлся сыном Гусейна Алихана Каджара. Кто такие каджары, наверняка все знают. Это был тюркский народ. Но для особых скептиков, я открою другой документ, сделанный в Казани в 1852 году, находится в Российской государственной библиотеке. Где мы отчетливо видим, что правящая династия на тот момент, в 1852 году, принадлежит к тюркской крови. Также, на каком языке говорили каджары? На странице 90 мы читаем. В Азербайджане господствует особенное наречие чужского языка, называемое по имени самой области. То есть, азербайджанский язык. Это наречие весьма употребляется и у нас в Закавказе. А также, при Тегеранском дворе, для отца сущей династии, он составляет как бы природный язык. То есть, родным языком правящей династии каджаров был именно азербайджанский. Да и каджары говорили на азербайджанском языке, что и стояло в Азербайджанском. Еще раз благодарю за просмотры. До следующего раза. Продолжение следует...